Здравствуйте! Сейчас я покажу вам, как оптимальным образом работать с форумом. Для начала я говорил о том, что есть такая вот программка хранения, сервис хранения изображений, SavePicture.ru. Я показывал уже в своем видео, как им пользоваться. Теперь посмотрим, как это все делать для форума. Я рекомендую, прежде чем что-то размещать на форуме, если вы собираетесь вставлять картинки и так далее, все-таки сделать свои файлы в Word. Изначально вы открываете новый документ Word, то есть вы открываете пустую страницу Word, и там начинаете писать что-то, что вас интересует. Я сейчас возьму готовый текст с картинкой, чтобы можно было посмотреть. Например, сейчас я создаю закладочку, чтобы люди могли пользоваться управлением фильтров объемов, и я хочу ставить вот такую тему на форум. Для этого у меня на форуме есть специальный раздел, все о Волфикс. Сейчас я вам его покажу. Вот наш форум, я зашел, зарегистрирован, я ищу этот форум. Вот у нас новый форум все о Волфикс. То есть вы ищите тот форум, который вам необходим. И я сюда хочу добавить окно, новую тему. Тему у нас будет называться именно так, как мы называем файл. Вот, например, есть у нас этот Word файл, управление фильтром объемов. Я рекомендую сделать это так. Вот, нажали управление фильтром объемов, вернулись сюда, добавили новую тему. Добавили вот сюда новую тему. Вот, и сюда, по идее, нужно вставить вот этот вот весь текст. Да, но вам еще нужно вставить еще и картинку, да. Поэтому, если попробовать вставить это дело вместе с картинкой, ну вот так, то скорее всего, что оно не вставится. А вот, видите, картинки там нет. Поэтому вам необходимо сделать вот те манипуляции, о которых я говорил с сервисом, файлом хранения. У меня для этого есть программа Snagit, например, да. Вот сейчас я запускаю программу Snagit. Вот так вот она выглядит. Здесь есть окна захвата. Я нажимаю окно захвата и делаю фотографию конкретно того, чего мне необходимо, да. Вот. Потом я ее здесь могу изменить размер, да, увеличить или уменьшить, сделать больше, меньше, там и так далее. Тут мы, не знаю, можем потянуть или нет. Хорошо. Сохранить как? Потом я ее сохраняю туда, куда хочу, да. Вот, например, ну там. Как она тут у нас называлась, Volume Limit, да. Set Volume Limit. Ну, у вас это будут другие каталоги, там это понятно. Ну, для себя вы их заведете. И теперь я должен вот в этом файловом сервисе... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да, куда-то он у меня уже делся. Вот он. Вставить ее сюда. Значит, я нажимаю обзор, нахожу эту фотографию, да. Set Volume Limit. Set где-то у нас тут был. Вот он, Set Volume Limit, да. Открываем. Теперь я рекомендую вам делать превью. Вот такие, но эта фотография маленькая, но фотографии же могут быть и большие, вы же понимаете. Добавить миниатюру, отправить. Вот. После этого происходит закачка. Здесь для разных формов, разного типа формов, есть разные ссылочки, как это будет выглядеть. Вы этот код вставляете как бы сразу же в эту страничку вот сюда, да. Но я рекомендую, с учетом того, что у вас могут быть и длинные файлы, большие там и так далее, все-таки сразу же делать Word-овский файл, да, вот тот файл, который мы делали, готовили, да, для себя, для вставки, вот. Если это вот брать, ну это наш исходный файл, там допустим, вот, вот сюда. Вы вставляете, вот так вот. И потом вот все это дело вместе, уже готовым образом, да. Тут же вы же можете подкорректировать, делать красиво, там и так далее. Вот. Потом уже вы вот это все копируете и вставляете вот сюда. Я, по крайней мере, так пишу обзоры. Вот вы вот уже вставили все, все здесь готовое и красивое. И потом нажимаете на кнопочку отправить. Ну, посмотреть можно. Вот. Что-то не то я вставил. Хорошо, что можно посмотреть. А, это я не ту ссылочку вставил. Значит так, внимание, здесь я вас немножко обманул. У вас ссылочка будет не пятая, а вторая. Просто есть разные типы форумов, как я и говорил. Вот эта ссылочка нужно копировать. Вставляем ее, опять же, вместо этой ссылки сюда. То есть, ссылочка под номером 2. О! Вот это будет работать. Все. Выделяем. Опять же, возвращаемся в наш форум. Так. Вот это все удаляем. Вставляем текст, который мы выделили и отправить. Так, хорошо. Теперь мы должны, по идее, увидеть рисуночек. Вот мы этот рисуночек увидели. Если бы рисуночек был большим, то миниатюрка была бы чуть больше. И при нажатии на этот рисунок у нас как бы открывается этот рисунок в его реальной величине. Ну, тут рисуночек маленький. Так, хорошо. Теперь, что мы получаем на выходе? Возвращаемся сюда в новый форум, да? И вы видите, да? Вот у нас появилось управление фильтром объемов функция. Таким образом, человек... Тут их будет очень много. Этих вот темочек небольших. Таким образом, человеку не нужно будет рыться в конкретных длинных больших файлах. То есть, если он хочет посмотреть управление фильтром объемов, да, сетволем, он нажимает именно на этот заголовочек и так далее. И возвращается сюда. Если он хочет посмотреть параметры настроек, как на Options, например, он заходит сюда, нажимает на это дело, и ему выдается большая картинка. Что-то тут у меня опять что-то глючит, но неважно. По идее, должна быть картинка увеличиваться. Все. Таким образом, я рекомендую вам подготовить свои документы для размещения на форуме. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова